друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что вы смотрите наш канал слушайте у меня то наш уже было еще спасибо что не пропускать рекламу но рекламу уже как год что ли отключили у нас монетизации все вчера мне пришло письмо от ютуба на оба канала но почтовых ящика на это на вкусно ем что-то они там мутят предложили переписать и принять другие документы какие-то там у них другие будут эти правила по монетизации может включить обратно потому что я уже давно ничего получает ну конечно нет ну я понимаю для гугла терять такой огромный доход от всех блогеров россии которые смотрят в которых смотрят в россии но это вообще не выгодно конечно вот включить не знаю короче просто сообщаю о том что вот такие новости вчера пришло какое-то новое письмо с предложением принять новые финансовые значит эти финансовые условия что там 55 процентов от дохода будет платить я вообще собственно грани об этом на последнем стриме зрители писали юль снимай снимает честно сказать особо ничего не происходит и снимать нечего также на стриме люди спрашивали как гора по которой его то который идет к моему участку вот гора смотрите нормально все держится ничего не разваливается ночью шел дождь температура ноль как итог у нас все покрыто вот таким вот такой коркой льда все покрыто в том числе и как бы гора но у меня шипованная резина вполне себе ну нормально я сегодня полюсу травку возил нормально проехали хотел сказать сейчас поеду покажу да с утра проснулись ночью шел дождь с утра проснулись все во льду девочек отбивал мне эти ну ледяные эти на наросты передам опять все во льду смотря на то что я и с солью сыплю и отбиваем и все равно дождь прошел на улице но и все привезло каток два сальто три шпагата и ты дома значит я что сейчас делаю мне сейчас нужно поехать в ступино пока машина греется с вами поговорю так сказать мне нужно поехать в ступино приехали нитки ну не нитки шпагаты для грязь и колбасы приехали нужно съездить их забрать не люблю работать с деловыми линиями если честно но почему-то большинство поставщиков работают именно с деловыми линиями мне сдэк как-то ну удобнее во-первых он работает по выходным у нас деловые линии по выходным не работает нельзя в субботу или воскресенье приехать но в деловых линиях есть большой плюс а там ребята которые работают на складе они тебе грузят сами в машину вздеки никто теперь ничего не грузит и мне если что-то приходит большое тяжелое приходится земляном по выходным ездить вздек а вот в будни если что-то приходит то на деловых линиях там грузят но еще же нужно от машины домой дотащить она завтра сегодня четверг завтра уже пятница и на багажнике оставлю завтра демьян приедет и разгрузить посмотрим как получится мне нужны нитки это 50 метров там надо комплект сделать и на коробку одну сама буду тащу ватрушка forever на ватрушке нужно руках она они на на не тяжелый мешок тяжелый с бобинами а эти нет так все машина погрелась поехали так собственно гора разворот 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 пачки ну и вот она поехали нормально не прям не критично так мокренькая но кругом где-то снежок где-то чуть нормально даже не стальзим едем-едем-едем-едем-едем едем-едем-едем опа проверяем никого поворот и ехал ехали мы ехали за 20 минут приехали славный город ступен а потом дворами дворами заборами забором 20 деловых линиях так ну что пойдемте соберем следуйте по рутам а там еще одно здесь нет не так не закроете а закрою спасибо вам огромное закинули мне веревочки вспомнила как-то через деловые линии получала нитритную соль 24 мешка в мешке потом 20 килограмм разложил сиденье сиденье разложил задние ну чтоб мешки можно было такая горища этих ручков бедный приемщик у меня все загрузил все загрузил перетягал эти мешки в него все уложил но дом там уж мы сами разгружали доработка такая себе пришла домой кошки бастуют не нравится им чувство хочу осталось я не пойму это что наделась на баубаб фуа грунта тут хотела найти кутузов так и не нашли не пришел не появился никуда не вылезли где мы его не нашли в коробках анпакинг это называется теперь ниточки красно-белые клубочки по 50 метров 50 там еще по 100 метров и большие бобины ты ретели 30 как удобно раньше я сама мотал но маленькие для комплектов которые вот маленькие такие вот 5 метровые 3 метровые 10 метровые я вручную мотаю ну как вручную он метам машинка наверху лежит все будет мотать покажу для комплектов вот эти большие они на продаже 50 метров и в комплекте к 50 метровым оболочкам вот такие клубки тоже идут что буду делать сейчас какой план новые оболочки пришли полиамид разных цветов такая золотая еще синюга пришла ее вообще тяжело найти нашла две штуки и в красном цвете вот золотую вчера почти все отмотала осталось трехметровки намотать вот с этого метража упаковать сделать этикетки в том случае я карточки фотографии я уже сделала отдала их менеджеру наташа должна была сделать карточки на ватбересе в том случае если она сделана карточки на ватбересе теперь нужно оттуда взять номер штрих-код сделать по нему штрих-код и создать этикетки вот сейчас наверное этим пожалуй-ка я и займусь загрузился наконец-то мне на стриме девчонки посоветовали несколько сериалов вот начала смотреть отчаянные домохозяйки пока первый сезон только смотрю там что-то 8 что ли серия прикольный я думала он более такой занудный а он прям ну такой легкий и это и интересный но в данный момент меня больше интересует конечно ватберес грузись родной грузи не хочет так часто бывает это проблема на работе сервера поэтому карточки делаю не я когда делаешь карточки вот с таким вот с такой работой сайта это просто самоубийство как у наташа вообще терпения хватает я не знаю конечно молодец в этом плане грузись родной давай последнее время что-то совсем стало плохо вот последнюю неделю никак а мне нужны циферки без них не сделаешь этикеточки без циферок падла не судьба ладно зайдем в черного хода думал сама умная да зашла через приложение через телефонное там пока он туда заходит показывает карточку товара но не отображает ее номер штрих-кода ну можно было бы вручную просто перепечатать номера а он и не отображает нажимаешь на товар и он тебя выкидывает сразу в магазин ватберес не в редактирование карточки где можно это посмотреть а сразу в магазин короче не работает ну и ладно тогда займемся пока намотка и мотать тоже много сейчас намотаю сложу по кучкам по пакетам по метражу подпишу уж когда загрузится будем делать этикетки еще конечно хочу сказать что работа на ватбересе на зоне не так на зоне ребята ну они молодцы там намного все лучше намного все проще намного все удобнее все всегда работает никаких таких вот проблем не бывает на зоне но там на зоне все классно как для селлера но если штамм продаж вам в несколько раз меньше чем на в адресе на ватбересе продаж больше но это пипец какой геморрой чтобы работать с в адресом нужно определенную долю пофигизма иметь да и просто иногда положить большой болт и подождать бывает люди которые не могут ждать им надо вот прямо сейчас в этом случае они там начинают метаться писать во все чат и а не работать у всех не работает не только у меня ну ладно покрутим тогда пока включим сериальчик не будем крутить слушайте сайт я смотрите видите написано лорд сериал in не реклама но вдруг вот в поисковике в любом в яндексе забиваете лорд сериал и они там эти лорд сериалы с рекламой конечно но зато бесплатно и про что говорила вот и в общем забиваете прям по-русски лорд сериал в любой поисковик он вам выдает кучу зеркал этого сайта там будет лорд сериал вот смотрите лорд сериале акс какой-то лорд сериал in лорд сериал фан их короче целая куча будет но суть всегда одна он выглядит всегда будет у вас ну одинаково в принципе это зеркала я думаю куда-то один сервак все это дело заливается а это просто их периодически закрывают они исчезают опять появляются также есть лорд сериал фильм там дофига фильмов сериалов всего одно прям очень очень много все бесплатно но единственно что иногда выскакивает реклама но не так уж прям часто но там пару раз за фильм может быть ему выскочит реклама поэтому вот кому ну вдруг кому-то интересно вот все там смотрю бесплатно и в качестве бывает ну в хорошем в чаще всего в хорошем недавно даже посмотрела ну правда не здесь на вконтакте в какой-то группе посмотрела этот ну вышел сейчас который на стране от не показывает как он аватар путь воды посмотрела хорошую кстати было ничего такой этот ну и качество было ничего но это где-то вконтакте смотрела, нашла. Не очень меня впечатлил. Я так ждала, его так ждала. Первый, конечно, меня впечатлил. Я на первом «Аватаре» была два раза в кинотеатре. Он еще вышел, еще Демьян был маленький. Я прям это хорошо помню. Демьяна оставляла с мамой и ходила на «Аватар» два раза. В 3D мы его смотрели. А этот, ну, может быть, его стоит, конечно, на большом экране в 3D посмотреть. Если в первом «Аватаре» там все-таки как-то, ну, драки есть, но их, допустим, там 50% от времени, а 50% это какие-то там, ну, как он учится, как он там, вот это все. Мне больше вот это нравится. То «Путь воды» это 90% там одни драки. И совсем чуть-чуть вот этих всяких таких интересных, красивых сцен. В общем, меня, короче, не впечатлил. Я расстроилась. Ладно, все, хорошие тренгетти. Сиди, крути. А то я тут планирую поехать в Алекси, мне нужно будет на днях. Там у Демьяна будут экзамены по автошколе в Алекси. И как раз там склад. Вот что кручу, что успею, то есть дам. Поэтому хорошие тренгетти, иди, крути. Его доктор Гуфайн, но чего-то он явно не договаривает. То есть? Что, ты ведь побудила его пойти налево? Ну вот, сидела, сидела, паковала, паковала. Что-то около 200 штук что-то получилось. Конечно, что надо смотать. Потом еще намотать веревочку. У меня там был запас веревочек. И еще в пакеты. И еще сверху этикетку. Этикетку так и не могу сделать. Не грузится. Вазберест. Мало, что вазберест не грузится. Еще интернет отрубили. Видимо, где-то, ну, в связи с погодными условиями, где-то на той половине деревни нету света. Когда там нет света, у нас интернет не работает. Еще интернет отрубили. Ну ладно, пока интернет не работает, поеду я за поле, съезжу. С машины погреется. В принципе, уже пора забирать полпятого. У нас продленка в теории работает до шести. Например, с половины пятого уже детей в школе нет. Уже практически всех разбирают. Поэтому приходится за полюни бегать в половине пятого. Забирать ее. Пешком я ее не пускаю. Может, в следующем году посмотрим. Пешком я ее не пускаю. У нас все-таки дорога, по которой я еду до школы, там нет тротуара. То есть все дети, которые идут в школу с той стороны деревни, они идут прямо по дороге. Особенно утром, конечно, в темноте. Это такое, дело страшное, особенно когда скользко. Поэтому она у меня такая чучундра, блин. Она идет, ворон считает. Тут упала, тут уронила. Тут это постоянно. Она вот идет и на ровном месте. Все падает, роняет, разбивает. Вот прям просто на ровном месте. Поэтому я пока побаиваюсь ее одну отпускать. Только в каком-то, ну, крайнем случае. Ну вот. Я что-то не припомню, чтобы она у меня... А, пару раз она ходила в школу осенью. Она спросила, может, я пойду в школу сама, но было еще светло. И это было еще на сентябре. Пару раз она сходила, потом она поняла, что, ну, машинем лучше. В школу идти в горку наверх. Все время наверх. Это и с той стороны все время с горки, а в ту сторону все время в горку. У нас вообще ландшафт такой. Все время гора вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И вот школа у нас наверху находится. От нашего дома. И вот все время идти. И она, в общем, в два-ти три раза сходила. Потом такая, мам, отвези меня. Тут я не хочу ходить. В общем, пока она еще, так скажем, не доросла. Говорят, что дети до 14 лет не умеют адекватно оценивать расстояние приближающихся машин. Как кошки. Кошки, они вообще не умеют оценивать адекватно расстояние приближающихся машин. И поэтому они часто прямо перед машиной бегут. Они не понимают, насколько это далеко. А дети до 14 говорят, что у них там еще в мозгу что-то не сформировано. Вот это вот умение рассчитывать расстояние. Но я хочу сказать, что у них уже далеко за 14. И то вот в темное время суток у меня даже есть специальные очки желтые. Я езжу. Вот у меня желтые очки. Ночью я езжу. В них видно хорошо. Ну, как будто вечером. И если мне навстречу едет машина, я не могу определить, насколько она далеко. То есть я фары вижу, а насколько далеко эти фары, ну, только если там они из-за горизонта появились, я понимаю, что далеко. А вот так вот расстояние примерно я даже не могу рассчитать. Вот. Поэтому, в общем, короче, я его езжу, забираю. Ну, по вечерам все-таки она еще маловато. Ну, что ты? Белка моя, нагрелась? Нет. На следующий день повезу тебя сдавать в ремонт. Будут мне варить порог. У меня с одной стороны, внутри он еще вполне живой, а снаружи весь порог уже все. Он был с той стороны такой, ну, битый, гнутый, не знаю, как это объяснить. И ржавчина все сожрала. Еще бы, конечно, не стекло лобовое бы поменять. У меня тут сама трещина появилась самостоятельно. Пока я на юге отдыхала в прошлом году, появилась трещина на лобовом. И еще бы, конечно, заднюю дверь бы поменять. Но, в принципе, лобовое и дверь багажника, они на скорость не влияют. А вот порог все-таки это как бы каркас машины. Будут мне туда трубу варивать и закрашивать. В общем, обещали сделать так, что хватит. Машина вся развалится, порог останется. Это на следующий день только я договорилась. А пока... А пока все, поехали за полем. Нагрелся, поехали за полем. Сейчас вот вам хочу показать. Вот перекресток. Вот школа слева, а вот большой наш центральный перекресток. Здесь у нас, получается, трасса 115-я. Вот откуда Газель поворачивает. Она вот так идет. С той стороны Дон, с той стороны Симферополька. Она их две соединяет. И вот эта трасса, по которой Газель едет, она едет, ну, собственно говоря, в сторону Ясногорска. То есть, такой перекресток. Вот там с правой стороны, вот за деревьями, там магазин Магнит, продуктовый, еще четыре продуктовых хозяйственных. С левой стороны, вот где зеленая крыша, магазин Пятерочка поставили. В этом же здании у нас там Ватберис, Озон, кафешка. Вон там мясо, пиво разливное. В общем, такой типа миниторгового центра поставили. Здесь, кстати, раньше были дома жилые. Их, ну вот, стою, выключила вам эту гуделку, чтобы она не гудела. И с левой стороны, смотрите, еще одно здание здоровое строит. Будет тоже типа какого-то торгового центра. Там даже повесили, вон, экран, ну, для рекламы. Видите, он светится, экран для рекламы повесили. Что будет, пока неизвестно. А на этой площади, на этом месте раньше стоял жилой дом на три хозяина. Такой длинный-длинный дом. И, ну, выкупили этот дом, эти дома, выкупили, дали денег хозяевам. Если я... Мне Наташка говорила, я же ни хрена никогда ничего не слышала. Ну, я слушаю, но я очень быстро забываю. Если я не ошибаюсь, по-моему, они купили себе... Одни купили дом, ну, участвуют с домом, по-моему, где-то здесь же. А двое, по-моему, уехали в Кашеру, купили себе там квартиры. С дом снесли, сделали площадь. Ждем мадам. Я, вы знаете, что хочу заметить? Что у нас по инфраструктуре, по количеству магазинов, по, там, детский сад, школу у нас есть, строительных... Два строительных, типа, таких... Ну, строительные площадки, как это называется. Он не рынок, а когда одному хозяину принадлежит, он такой, он как бы не магазин, это площадь. На ней магазин, склад, и вот, как это называется, строительный... Ну, будем считать, что это магазин с большой площадью перед ним. У нас их два. Плюс у нас тут кафе открылось, кофейня, вкусная, трюфель называется. Там очень вкусные пироженки. Надо, наверное, сейчас сходить пироженок купить. Они, видимо, сами делают, потому что прямо пироженки очень вкусные. У них там еще пиццу делают. Плюс у нас здесь мужчина занимается пиццаролы, но он что-то начал, потом бросил, вот все лето не было. Я прям страдаю. Очень удобно, когда с доставкой на дом. Вот трюфель, они свои пироженки и два вида пиццы они возят, ну, по домам доставляют. Иногда бывает лень, можно что-нибудь заказать. Или, например, если там дети дома одни остаются, чтобы, ну, точно, что пиццу они точно будут заказать, им привезли, да, пусть вместо задерживаешься. Демьяну я так делала пару раз, когда чуть помладше он был. Когда мы сюда приезжали, здесь этого практически ничего не было. Ничего не было. Это вот все буквально за пару лет понастроили. И у нас, по сравнению со всеми в округе, деревнями и селами, самое развитое село вот по всей этой инфраструктуре, по наличию магазинов. И, конечно, пункт Ватборис и Озона, прям они, прям это, здесь очень удобно. Все пользуются. Летом-то у них тут вообще, конечно, завалы. Прям, потому что дачников приезжают, очень много дачников здесь. До Москвы-то всего, что тут, час двадцать по прямой, без пробок, без светофоров, без всего. Единственное, что пробки бывают иногда на майские праздники, когда вся Москва едет по Дону, и где-нибудь там аварии, или еще что-нибудь. Бывают пробки вот раз в год. А так ты, в общем-то, без пробок, ты летишь сюда без всяких этих. Потому что мои родители ездят туда, под Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский район, у них там дача. Там нету прямой дороги. То есть ты едешь через деревни, через поселки, постоянные светофоры, перекрестки, повороты направо-налево. Гораздо дольше получается, чем, конечно, для меня. Тут вообще прямая широкая трасса, платная, трехполосная, до Москвы. Вот и идет моя ученица. Чуть какая-то грустная. Ну, открыто. Залезай. Привет. Привет. Какие новости? Да, обычные. Какие? Что нового? Ничего не нового. Скажи мне, мадам, что ваша душенька желает на ужин? Не знаю, ничего. Ну как ничего? Не хочу есть. Ну и ты сейчас не хочешь, а через час начнешь. Мама, а что у нас поесть? Помнишь, мы с тобой фунчузу вчера хотели с морепродуктами сделать? Не хочешь? Мы купили фунчузу, а морепродукты не купили. Нет ни в пятерке, ни в магните. Ну там ценник есть, а товара нет. Может, заедем еще раз в магнит? Посмотрим, может, привезли морепродукты? Да. Я, конечно, сомневаюсь. Не хочешь это? Пироженок из трюфеля? Нет, не хочу. И пироженки не хочешь? Ты что, Маль? Заболел? Да. Ну, в магнит заедем, но только за морепродуктами. Мы там вчера почти 6 тысяч оставили. Одну. Что одну? Что одну? Одну. Что одну? Одну. 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 Поля, у тебя игрушки уже складывать нет. Ни во что не играешь. А сейчас одну. Лишь бы купить. Вот дети современные, им не нужна сама игрушка. Им нужно факт купить. Ага. Тут же не такая просто, расковырял и все. А какая? Там просто расковыряли. А, там надо расковырять, намусорить, да? То есть купи, и потом еще, мам, пылесоси. Нет. Ну что, нет? Пожалуйста. Ладно. Пи. Блин, представляете, подъезжаю к кафе, и на моих глазах свет тухнет. Только что вот здесь свет горел, и вон там. И прямо на моих глазах вырубается свет. Блин. Может, их там переводом можно, деньги перейти? В магните пока горит. А у них вырубился. Да, я и смотрю, у меня интернет то работает, то нет. Ой, а такие вкусненькие на палочках, которые были, кончились? Какой же был? Какой же был? Ну, тогда рулет возьмем. Будешь рулет? Дайте нам рулет какой-нибудь. Давайте беленький, который... Есть тут бальфан 490 грамм, но они тысячи за килограмм, а есть вот поменьше, где упаковочка. Давайте, наверное, поменьше, который светленький. Тут 230. Вот это 375 грамм, да? А я не знаю, а вы сами делаете их? Конечно. Фу, сами делаем. Беленький, да? Да, беленький, мы шоколадный не очень. А, зая. А, зая. Ну, мы купили пироженку, ну, рулет, вышли, дали свет, представляете? Закон подлости. В магните, ну, дверь закрыта. В смысле пока? Ну, видишь? И там не будет написано оплату. А, нет, вход сбоку. Интересно, у них карта-то вообще работает. Это могут и не работать сейчас, если... Да, влезать. Телефон свой, берись торпеда. Не склеит. Ну, интернет тоже не работает, они могут и не применять. В таких магазинах поменьше, попроще. Ну, просто по номеру телефона переводишь, так, конечно, нельзя делать. Но если какой-то... Как сейчас, то можно. Вот о чем я только что... О, поехал. Жигули! Лада, Сидан, папа, Жан. Взяла в кафе эту. Сахар. Просыпала этот сахар себе на руки. Ну, ходи теперь с липкими руками. Только что уже говорила. Жигули! Жигулина. Оп! Заходи. Так. Мидии. Королевские креветки. А морепродуктов нет. Ну, смесь. Мидии. Ты еще вчерашнюю не доела? Бабушке. Бабушка не любит, но и поле любит вот эту имитированную икру. Там же полбанки дома в холодильнике. Туда ешь, потом другую возьмем. А то выкину. Что там? Половые крабочки. Ну, бери и пошли. Это рыба. Крабовые палочки делают из рыбы. Ну, они так называются просто. Смотри. Ну, там красители и пищевые добавки всякие. Состав. Фарш рыбный из рыбы. Красный. Не пер какой-то. Расстроилась. Поля расстроилась. Крабика хотела попробовать. Крабика? Это на Камчатку надо. Подожди, я что-то тут расстегнулась. Поля купила в магните себе раскопки. Поля, это сделано, чтобы ребенок долго и тщательно. По чуть-чуть, понемножку. Сидел и ковырял. По чуть-чуть. Друзья, что это? Гипс. Ну, это же. Давай тебе вот так вот. Будет втыкать. Прикольно будет? Нет. Ты же сама выбрала такую игрушку. Что за возмущение? Я тебя что, заставляла? Я вообще была бы рада, если ты ничего не выбрала. Угу. Да. Мне кажется, ты как-то это неправильно делаешь. Что я правильно делаю? Тут просто надо... Ага, понятно. Сильнее стучать, да, я поняла. На болт для раскопок, найди сокровища. Внутри клад. Ага. А у меня уже есть три. Слушай, можете постелить тебя, хотя, в принципе, я потом протру просто этот. Кто? Что? Ковыряй, ковыряй. Ковыряй. Марка, так, и внимание, наличие мелких деталей, соответственно, люди и взрослых. Я и так, и так, и так... Хладься так, не влаги, туда принесёшь, и... Ну, короче, да, сидишь и потихоньку ковыряешь, ну. Е-мое. Вернись, фокус. Убежал. засекаем время насколько у тебя хватит только водой не заливай пожалуйста потому что это я просто тряпочкой протру а если ты гипс намочишь а потом этот розовый гипс не отмойнет не отчего куда не надо ничего никуда заливать сиди ковыряй так 5 13 нужно еще рано готовить обычно в 6 начинаю к 7 мужчины зато хорошие новости вернулся интернет продолжаем сборку закончились у меня веревочки достала я машинку заправляем сюда и вот так вот раз неудобно мне одной рукой два три четыре пять раз крутим обрезаем получается вот так 5 оборотов 3 метра надо крутить это не хватает а он там один наверное ты думаешь он не один диван у меня какого цвета наверно я не знаю поскольку морепродуктов не нашли мы на ужин у нас капуста поле любит вот такую вот зеленую брак брак или я люблю брюссельскую поэтому нас ассорти ну с разделением и не такой и такую и курчиков панировки приятного аппетита ну все товарищи вечером я допаковала все что тут осталось все пойдем мыться спать ложиться завтра новый день время почти десять как раз пора внизу в описании к этому видеоролику полезные интересные ссылки как эти товары на вазберсе на зоне куда я вот все собираю пакую и вожу вот здесь вот здесь вот здесь что не будет интересно если нажмете обязательно найдете все друзья всем спасибо большое за просмотр всем желаю насыщенных рабочих дней пусть ваша работа до 100 лет вам удовольствием все ребятки всем пока